Георгиевское поколение Черногорск, съемочная площадка в бывшем дворце пионеров. Общими усилиями авторы проекта постарались воссоздать здесь обстановку военных лет. Первые дни после освобождения Сталинграда, когда город начинает жить заново, а разрушенные школы вновь открывают свои двери. Это сюжет одной из серий фильма о Великой Отечественной войне. Возрождение Сталинграда начиналось со школ. Конечно, это все легло на плечи женщин, стариков и детей. И вот как раз здесь проходят все съемки и сцена, когда дети участвуют в возрождении этого города. Они сами собирали кирпичи для того, чтобы возродить в Сталинграде именно школу, потому что все здания были разрушены. В центре внимания история двух родных сестер Маши и Кати. Девочки остались без родителей и вынуждены самостоятельно выживать в суровых условиях. На улице и в доме мороз, нет еды и воды. Эти кадры отсняты в Железнодорожном музее на станции Абакан. В помещении по 30 градусов жары, а девочки в шубах и валенках. С помощью кинематографических хитростей съемочной группе удалось создать атмосферу холода в комнате. А вот здесь пришлось изрядно померзнуть. Поэтому отогреваются в автобусе. Маленькие актеры очень хорошо вжились в свои роли. Все ребятишки, дети военных, юно-армейцы. Интересно, не слишком сложно, но очень холодно. Эмоции у меня прямо взрываются на таких съемках. Без еды, одежда была, вот что могли одевались. Некоторые оставались без родителей, и им это было очень тяжело. Но они не жаловались и старались поддерживать в себе радость и положительные эмоции. Где-то они старались работать, помогать взрослым. И тоже очень переживали. Было очень много слез. Съемки проводятся без какого-либо финансирования. Авторы проекта бросили клич и не ожидали, что будет столько откликов. На помощь пришли военные, телекомпания РТС, простые жители Хакасии. Музей-заповедник «Сталинградская битва», куда входит и Мамаев курган. Огромную поддержку оказал железнодорожный музей на станции Абакан. Для меня это просто принципиально важная вещь, потому что это история нашей страны. Это одна из тех историй, которые нельзя забыть. Потому что человек без истории, страна без истории, она просто не состоявшаяся будет. Авторы проекта говорят, будет проведена параллель и с Хакасией, как жила наша республика в военные годы. Среди других задач не только сохранить историю, но и воспитать будущее поколение. Даже вот и ребятишки у меня тоже на сегодняшний момент говорят, а как же даже это телефоны, не телефоны, главное, говорит Екатерина Валерьевна. Главное, чтобы, говорит, родители были живы. Мария Мишнина, Антон Михайлов, РТС